Здравствуйте мои дорогие! Спасибо огромное, что вы сейчас смотрите и мы будем сейчас Слово Божие читать. Я хотела бы с вами поделиться своими мыслями сегодня утром, даже не сегодня утром, а вот в последние дни. Я размышляю, конечно же, у кого есть дети, у кого есть взрослые дети, маленькие дети, я не знаю, дети, внуки, семья. Вы, конечно, размышляете, если они не рядом с вами находятся, вы, конечно, думаете о них, как и я. Я думаю о моем сыне, конечно, и молюсь за него, всегда молюсь, и благодарю Господа, и прошу Господа, чтобы Господь ему дал разум, мудрость на каждый день. И, вы знаете, это как бы нормальный процесс каждого дня, когда родители думают о своих детях, у верующих. И у меня так же я с утра помолилась и подумала о моем сыне Магдане, и я открыла Слово. Когда я открыла Слово Божие, то есть какие-то, даже если, может быть, вы знаете, конечно, у христиан у нас не может быть никакой тревоги или заботы, заботиться чрезмерно, волноваться, беспокоиться. У нас этого такого нет, но все равно, когда мы думаем о наших детях, у нас есть желание, чтобы они ходили в Боге, чтобы у них все было благополучно, чтобы они ходили в своем спасении, понимаете, чтобы Господь их везде следил за их шагами и направлял их шаги. И когда я думала об этом, размышляла об этом, я открыла Слово Писание, и открылось мне Слово из Псалма 147. И вы знаете, как будто бы Господь, наш Господь, наш Бог, Он утешитель. Вы знаете, Его имя утешитель. Внутри нас есть Дух Святой, Сам Бог внутри нас Духом Святым вошел в нас. И Он утешитель. И, конечно же, Он словом нашим, Словом своим, утешает наши сердца. Когда Слово входит, и оно становится явью, оно становится, она начинает работать в нашей жизни. Вот так случилось со мной. И, конечно, в великое утешение, в великой радость и благодарение Господи после того, как я прочитала это. Я с вами хочу поделиться. Иногда, вы знаете, я рассказывала, если там, я провожу, когда я нахожусь в Вашингтоне, каждый или в субботу, или во вторник мы делаем, я делаю дома у себя, у меня сестра прекрасно готовит, мы делаем обеды, ужины, там, я не знаю, очень вкусный суп, второе, там, мясо, там, все остальные приносят, женщины приносят что-то, там, какие-то выпечки, какие-то на десерт, может, какие-то фрукты. Но мы собираемся у меня дома, и мы буквально 5-6-7 часов мы проводим за чтением Слова Божьего, за разборкой Слова. Мы радуемся, мы молимся, это прекрасное общение, это прекрасно, потому что мы есть все тело Христовое. Нас где-то 7 человек, но у нас иногда бывают гости, например, 8, у нас может быть 9. Смотря какие гости иногда приходят. И вот нас 7 женщин, уже делаем это долгое время, уже несколько месяцев, и это такое, настолько чудо. И я им рассказывала, что иногда, когда я читаю Слово Божие, Слово Божие, вдруг, и вдруг у меня все внимание заостряется на какое-то послание Божие, на какую-то, например, строчку, стих Писаний. И эта строчка, этот стих Писаний, вы знаете, он как будто бы выходит, как будто буквы даже выходят, оживают, появляются в них жизни, они начинают говорить мне, вот у них появляется голос, и они начинают мне говорить. И этот разговор этого Слова Божьего мне в душу, в мой дом, в мое сердце, в мой разум, для наставления, назидания, для утешения. И вот так также произошло с Псалом 147, когда я раздумывала, и благодарила Господа, и просила Господа, чтобы он продолжал направлять с тобой моего сына везде. Вы смотрите, я вот сейчас прочитаю. А я не выписала, вы знаете, я не выписала по-английски. Но давайте переведу. Написано, что благослови Господа своего Иерусалим. Да. Благослови и прославь своего Бога Сион. Написано, да. For he has strengthened the bars of your gates. Он, написано, что он укрепил, он укрепил bars of your gates. Вы знаете, she called it. Вот bars, по-русски, по-моему, это слово veri, это старое слово veri, да. Вот эти вот, вот эти створки, да. То, что затворяется. Барс, знаете, вот когда вот ворота, да, и когда они закрываются, и вот тут они ставят такие вот петли, и туда ставится вот тоже вот такая вот толстое бревно или толстая такая палка, которая держит ворота, чтобы кто-то взломался, взломал их или зашел. То это есть bars of your gates, да, вот это вот есть, вот эта вот огромная створка, вот эта щеколда, или не знаю, как она называется. Она закрывает ворота, чтобы никто не мог при нигде. И здесь написано, он укрепит, по-русски это veri, veri, это есть затворки, да, укрепит затворки или вот эти щеколды ваших ворот. Это означает, это мне просто сказало слово, что это означает, что Господь охранит, обережет. То есть даже вот я могу спать спокойно и знать, и даже оставлять свой дом спокойно, все. Потому что Господь укрепляет их, что никто извне не зайдет, тот, кто не должен зайти. Все, Господь защитил. Это Господь, и есть, понимаете, мы находимся в Господе, как в крепости. И Господь закрыл ворота этой крепости, и мы в этой крепости очень защищены. Вот это и есть обозначает, он усилил и укрепил вереи твоих ворот, да, затворки, затворки твоих ворот. Дальше он пишет, дальше в псалме пишется. He has blessed your children with a new. Он благословил твоих детей в тебе. Смотрите, это вообще. И, знаете, я постаралась смотреть разные переводы. Разные переводы, там еврейский перевод, который сирийского перевели на русский, перевели на английский. И, вы знаете, оно означает, там говорит, что я благословлю твоих детей вместе с тобой. Некоторый перевод. Там написано, я благословлю твоих детей в тебе, да. И вот два перевода, с тобой вместе благословлю и в тебе благословлю. Вот это вот, вот этот перевод, я благословляю, bless your children with a new, это значит, вместе, внутри меня, вместе со мной, как будто. Вы знаете, это настолько сильно. Вот это вот и было утешение для меня о моем сыне. О молитвах, о моих мнениях. И как бы Господь говорил, что не волнуйся. Я, как Он меня, Господь, благословил. Он действительно благословил меня миром, радостью, покоем. Всё, что, понимаете, когда мы упываем на Господа, когда мы только Ему веруем, когда мы веруем только из Его рук, мы ждём, и все наши пути направили, направили и отдали в Господу, в руки, Господь всё произведёт для нас, как написано в Висайе, 54 глава, Господь наш супруг мой написано, да Господь твой, супруг твой написано, да имя Его Аданай. Вот, и как раз в 54 главе, по-моему, в пятом стихе в Висайе так написано. И Он и есть, является, понимаете, Он является на каждый день. Он защитник, Он охранитель, защитник, защититель, защитник. И Он, представляете, Он защитил нас в крепости, да, то есть никто не может взломаться в эту крепость, да. Он укрепил эти вереи, и Он благословил детей в нас. То есть если Он нас благословляет, Он также благословляет и детей. То есть для меня Господь это проговорил, что если Господь меня благословляет мудростью, своей мудростью, своим знанием о слове, своим миром, радостью внутри, Все, что я делаю, Господь дает мне такую радость, понимаете, везде. Во всей сфере моей жизни, когда вся, любую сферу моей жизни я дала, придала Господу Иисусу, она все благословенна. И также она благословенна в детях твоих написанных, в моем сыне. То есть уверуете в это слово, потому что это слово принесет вам великую радость и надежду на Бога, что ваши дети благословлены вместе с вами в вас. Какое сильнейшее слово? Вы знаете, я тоже наблюдаю за жизнью моего сына, когда я вижу в нем действительно покой, я вижу в нем уверенность, куда он идет, я вижу, понимаете, вот это все, нет заслуги ни моей, ни моего сына. Но просто есть то, что Господь это слово сказал, и слово это работает в нашей жизни. Нам только просто надо уверовать, уверовать и принять. Смотрите, дальше написано, he makes peace with your borders. Он приносит шлом и он приносит мир в твои границы. То есть мы чем-то ограничены, да, у нас есть границы, да, у нас есть, где мы не были, мы у нас границы, мы находимся в каком-то пространстве, да. И он везде сделал шлом, да. Если мы граничим с нашими соседями, мы граничим, мы у нас есть везде, мы ходим, у нас есть границы. И он сделал везде мир. Везде мир он сделал. Смотрите, написано дальше, да. Это означает, что он наполнил нас, он наполнил наши, как бы, амбары, да, такие амбары, где пшеница наполняется, да, где склады, да, в другое слово, да. Он наполнил все самым лучшим сортом пшеницы, да, finest wheat, это лучший, высший сорт пшеницы, это означает пшеница вообще, это означает хлеб. Знаете, он наполнил нас своим самым лучшим благословением Слово Божие. Значит, пшеница означает хлеб, хлеб означает сам Иисус Христос Словом Божиим. И Господь сказал, я дам вам жизнь с избытком. И вот это слово опять повторяет, что я вас словом своим носитил, я насытил вас именно в даже физическом смысле этого слова, он насытил действительно нас благословением. Мы едим самую прекрасную пищу. Вы знаете, и вот такой вот молитвой я хотела бы помолиться за вас, чтобы вы уверовали в это слово, приняли и благословили Господа, приняли и сказали, Господь, спасибо, я принимаю. Я принимаю на своих детей, я принимаю на свою жизнь, я принимаю то, что я нахожусь, я обеспечена и я сохранена, и я охранена тобой. Ты мой хранитель, Господь мой хранитель. Вот такое слово сегодня, будьте благословенны, пусть, Господь, это слово вселяется, пусть оно работает в вас, и будете жить в Славе Божией, в мире, в шаломе, в радости, за то, что Господь святый вам делает. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь. Аллилуйя, аминь.